Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем рассматривать и изучать книгу «При мудрости Иисуса сына Сирахова» 6 главу. «И не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор. Так и грешник двоязычный». Начало этой главы будет знакомить нас с мудростями общения с ближними. Для того, чтобы быть блаженным в жизни, для того, чтобы душа мирствовала, надлежит определенным образом выстроить свои отношения с друзьями и с врагами. И кого еще назвать врагом, кого назвать другом? Оказывается, эти состояния легко переменяются. И вчерашний друг становится врагом, но вслед за враждой, которую ты питаешь к бывшему другу, получаешь в удел стыд и позор, потому что являешься грешником двуязычным. То есть говоришь разное разным. Двойные стандарты, как сейчас говорят. Одному одно, другому другое. Непоследовательный человек, неверный в дружестве, оказывается всеми презрен. «Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол». Кем растерзана? Духме тьмы, ибо они приступают тотчас к всякому надменному, и он с легкостью становится их добычей. «Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево». Нам вспоминается смоковница, проклятая Господом, которая являла привлекательные листья, но была лишена плодов. И ты, думая чем-либо плодоносить, тогда как возвышаешься в самом себе, самим собою, самим себя меря, то обречен быть растерзанным. Страшная участь вала, приговоренного к закланию, к растерзанию хищниками или своими хозяевами, которые положили предел его земной жизни, так и ты сам себе становишься палачом, когда допускаешь помыслы надмене и гордости в сердце своем. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов, что хуже стать посмешищем у врагов твоих, но в твоей власти избежать этого, сохраняясь смиренно мудрее. Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. Как приобрести сладкие уста? Не от меда, только вкушаемого ими, не от сладости, и любовь к сладостям оказывается совсем не полезной, полезной тогда, когда ты хочешь приобрести в людях друзей себе. Сладкие уста — это те, которые умеют щадить ближнего, которые умеют не колоть его душу, не угрызать его достоинства. Сладкие уста и доброречивый язык умножат приязнь. Нам приятны те, с кем мы обходимся милостивно и терпеливо, и нам оказываются совершенно невыносимы те, в отношении которых мы сами проявляем несдержанность в словах. «Живущих с тобой в мире да будет много, а советникам твоим один из тысячи». И премудрый Соломон говорит в своих посланиях «Спасение во многом совете». Не в совете со многими, с которыми надо жить мирно, а во многом совете с премудрым, единственным, быть может, кого ты встретишь по жизни, достойным во всем следовать за ним. Эта мудрость позволяет нам избежать состояния слона-живописца, разбежавшегося мыслью, пытаясь последовать совету многих, но лишенного одного главного наставника. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытанию и нескоро вверяйся ему. Во всех обстоятельствах жизни нашей, и мирской, и монастырской, всегда хочется увидеть в тех, кто находится рядом с тобой, подлинного твоего соратника, верного друга и попутчика, но, оказывается, выдавать желаемое за действительное очень вредно для самого дела и для своей жизни. Только время может действительно позволить тебе с доверенностью и доверительностью полной отнестись к тому, кто находится рядом с тобой, приобретая его по испытанию, и нескоро вверяйся ему, как бы ты ни казался сам себе умным и рассудителем, разборчивым в отношении людей. Бывает, друг, нужное для него время, и останется с тобою, и не останется с тобою в день скорби твоей. Таково свойство человека, как пчела лететь на цветок, как муха лететь на сладкое, так и в твоем благополучии окружать тебя. Но таковы ли они будут тогда, когда скорбь посетит дом твой, жизнь твою? И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. И так не все, что тут называется дружеством, таково между людьми, непроверенное временем, не испытанное скорбями твоими, не именуй дружеством. Бывает другом участник в трапезе и не останется с тобою в день скорби твоей. В имении твоем он будет, как ты, то есть очень быстро позволит себе всякую свободу и вольность в общении, дерзко будет обращаться с домочадцами твоими, но если ты будешь унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрительным с друзьями твоими. Некоторые из нас ищут приключений и стремятся своим недоброжелателям что-либо доказать. Не всегда это благоразумно, говорит премудрый. Хорошо отдаляться от врагов, хорошо не искать умножение войны. Это не малодушный побег, это благоразумное созидание любви. И там, где ее невозможно явить, там, где она оказывается недоступна, там надлежит и тебе не быть. И будь осмотрительным с друзьями твоими, помни о том, что они всего лишь люди, а значит, всякий, который стоит, по слову апостола Павла, должен быть бдителен, как бы ему не упасть. То же самое надлежит помнить и о ближних своих, что и они не гарантированы от слабостей и падений. Верный друг — крепкая защита, и кто нашел его, нашел сокровище. Верный друг, проверенный временем, проверенный испытаниями и скорбями, конечно же, сокровище из сокровищ. И такового беречь, тем надо тщательней и бережнее, чем кажется благонадежней и крепче ваша связь. Верному другу нет цены, и нет меры доброте его. Доброте, то есть той благости, которая с ним приходит в жизнь твою. Верный друг — врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Вот, оказывается, самая фундаментальная разгадка, как быть окруженным самыми верными людьми. Ты будешь стаковыми тогда, когда вам будет по пути в главном деле жизни, стяжании страха Божьего, в угождении, в служении Богу. Потому и самое благонадежное место для того, чтобы найти себе подлинных друзей, это место служения Богу. Будь то это богослужебная практика, будь это какие-то добрые дела и благотворительность, там, где с тобой по пути человеку, там, вероятнее всего, и обретешь ты настоящих друзей. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что, каков он сам, таким делается и друг его. А вот это уже то неизбежное влияние друг на друга, с кем поведешься, того и наберешься. Кто ищет Богу служить, тот и к подобным себе тянется, и от подобных себе приобретает новые и новые силы в своем устремлении. «Сын мой, от юности твоей придайся учению, и досидин твоих найдешь мудрость». А теперь переходит автор к прославлению премудрости и к указанию путей ее приобретения. Прежде всего, не надо ждать для стяжания премудрости зрелых лет. Кто в юности не потрудится над ее собиранием, тот и в зрелости не увидит ее плодов. Досидин найдешь мудрость, тогда как с юности потрудишься. «Приступай к ней, как пашущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее». Как мы поражаемся мужеству, постоянству тех, кто живет на земле и являясь хлебопашцем или каким-то иным делателем в этих трудных делах возделывания земли и ожидания плодов ее. Так и ты не думай, будто приобретается премудрость легче, чем злаки на поле надлежит и пахать, и сеять, и в поте лица своего трудиться, всяко устремляясь к ее стяжанию. «Ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее». Что значит «малое время»? «Малое время» — это то, которое быстро пролетает. Не то, будто быстро кто-нибудь достиг мастерства в каком-либо деле. Спорт ли это искусство, уж тем более духовные стяжания. Они требуют памяти о том, как коротко время, как быстро оно проходит, как надлежит беречь каждую минуту. И тот, кто научается этой бережности, тот действительно вскоре будет вкушать и плоды этой премудрости. Для невежды она очень сурова и неразумной не останется с ней. Мы видим легкомыслие и холодность многих людей к словам мудрости, к словам Священного Писания, к тем сокровищам божественного просвещения, которым полна наша Матерь-Церковь и книги духоносных мужей. Но кажется это чем-то настолько тягостным и невыносимым во все времена для тех, кто неразумен и кто поистине является невеждой, что не могут они остаться с ней. Никаким образом, несмотря на ее сладость и пользу для жизни, она не будет для них близка. Она будет на нем, как тяжелый камень испытания, и он не замедлит сбросить ее. Как ни странно, человек, лишенный премудрости или стремящийся ее лишиться, делает это как бы со надеждой на избавление, страшный ему ее вериги, тогда как только это бремя и воистину по слову Господня легко, и бремя это благо, но не всякому дается, и для того, чтобы приобрести ее, надо искренне, сердечно ее желать. Премудрость соответствует имени своему и немногим открывается. Если самое понятие мудрость не так уж часто встречается, то премудрость в толковании некоторых — это способность видеть последствия тех обстоятельств, которые сейчас очевидны для многих. Обстоятельства очевидны, факты наличные, ясны, но что из них будет дальше, какую форму приобретут они в недалеком или далеком будущем, знает только премудрость. «Послушай, сын мой, и прими мнение мое, и не отвергни совета моего, что призывает отец». Он от сына призывает добрую волю. Это всего лишь совет, но ты внемли ему, окажись не просто рабским исполнителем, не по принуждению выполни то, что я говорю, но возымей волю и желание услышать меня и совету моему последовать. «Наложи на ноги твои, путай ее, и на шею твою цепь ее», к чему призывает отец. «Поработись добровольно, как святые отцы порабощались, увлекаясь в далекие затворы, восходя на столпы, себя ограничивая малой кельей, а то и пещерой». А тут призывает и нас, премудрой, как детей своих, не постесняться ее уз. Путь ее, подставь ей плечо свое и носи ее, и не тяготись узами ее. Зачем? Приблизься к ней всей душой твоей, всей силой твоей, соблюдай пути ее, исследуй и ищи, и она будет поздно на тобою, и сделавшись обладателем ее, не покидай ее, ибо, наконец, ты найдешь в ней упокоение, и она обратится в радость тебе. Вот пусть радости вполне крестной, как и Господь говорит, «Научитесь от меня, я как роток есть, мы смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Не только покой, но и великую радость обещает многоопытный в деле стяжание премудрости. «Путы ее будут тебе крепкую защитую, и цепи ее славным одеянием, ибо на ней украшение золотое, и узы ее гиацинтовые нити». Слово «гиацинтовые нити», словосочетание «гиацинтовые нити» очень редкое. Гиацинт — известен нам цветок, и камень драгоценный из породы циркони, отличающийся бриллиантовым блеском, характерен этому минералу драгоценному. И таким образом, золотое украшение и этот алмазный блеск в духовном смысле означают некоторые совершенства, принадлежащие будущей жизни, которыми ты будешь почтен еще в этой. «Так одежду и славы ты обличешься ею и возложишь ее на себя как венец радости». Что может быть прекраснее непрестанной радости, которую так ищут все от млада до... от мала до велика, от младенчества до старости. Но ее источник указывает премудро, и немногие оказываются ей преклоненными, а поэтому и ею увенчанными. «Сын мой, если ты пожелаешь ее, то научишься, если предашься ей душой твоей, то будешь ко всему способен». Часто говорят «талантливый во всем талантлив». Но это чаще комплимент, когда человек в принципе нам приятный и кое-что делающее хорошо устраивает нас и в качестве изготовителя чего-либо съестного или исполнительной песни. А вот действительно ко всякому делу пригожий и в жизни своей добродетельный тот, в ком отражается премудрость Божия, поскольку сам он стал проницаем для Божьей благодати, устроил теми трудами, о которых сказано выше, самого себя в добрый сосуд Божьей премудрости. «Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее, и если преклонишь ухо твое, то будешь мудр». Что для этого надо делать? «Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому, люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не ускользают от тебя». Это ли не девиз и нашего портала? Экзекет, где всякий призывается с любовью слушать всякую священную повесть. С любовью — это значит вдумчиво, с любовью — это значит вникая в ее смысл, с любовью — это значит доверяя тому, что там излагается и на какие пути наставляют нас эти священные повести. «И притчи разумные да не ускользают от тебя». Действительно, слух человеческий таков, что отвлекся немножко, и вот мимо сердца пролетели бесценные сокровища премудрости. Будь внимателен, бдителен, более чем посреди базара, где опасаешься быть обворованным. Суета жизни готова всегда обворовать тебя от тех премудрых мыслей, которые станут сокровищем для души твоей. «Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его». Чудный образ, который побуждает нас не лениться не только ходить на уроки, на занятия, на лекции, но и в просторах интернета искать именно те пороги, те посты и порталы, те страницы, которые можно назвать порогами мудрых. Не порогами соблазна, не порогами погибели, а порогами мудрости и утром, и вечером, и днем, и ночью. В книгах ли, которые также являются этими порогами в твоих исканиях общений с ближними, соблюдай этот закон выбора носителей премудрости, и сам вскоре окажешься среди них. Размышляй о повелениях Господа, и всегда поучайся в заповедях Его. Он укрепит твое сердце, и желание премудрости даст тебе. А вот это, пожалуй, корень всех благ. Блажен, говорит апостол Павел, кто не сомневается в том, что избирает. И так, великое дело это иметь желание к благому, поскольку часто наше желание вовсе не достойно быть исполняемыми. Поэтому, когда желает кто кому в праздничный день, пусть все твои желания сбываются, внимательный христианин скажет, сохрани меня, Господи, от такой напасти, что все мои желания падшего сердца моего еще и сбывались. А вот восхотеть всем сердцем угождение Господу, восхотеть всем сердцем стать сосудом премудрости, это действительный дар Божий, которого и досподобятся наши слушатели. Субтитры создавал DimaTorzok